Единая Россия взяла курс на обновление. Об этом говорили на планерном заседании 18-го съезда партии. Участников поприветствовал Владимир Путин. Глава государства отметил, что в ряды единороссов вступают новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Именно благодаря этому партия сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать прорывной в развитии страны. Также президент призвал прислушиваться к мнению граждан и в полной мере включаться в реализацию их инициатив. Делегацию от Сочи возглавил Анатолий Пахомов. Он отметил, что люди приходят в приемные Единой России, как правило, с проблемами, решать которые необходимо сообща. Так, во время последнего приема на выезде за помощью к партийцам обратились 83 человека. Часто людям просто не хватает информации о нововведениях и ходе работ. Примером может стать и встреча лидера сочинских единороссов Анатолия Пахомова с многодетными матерями. Женщинам необходима была информация по поводу готовности инфраструктуры у земельных участков, которые выделены по федеральному закону. На встрече сочинки узнали, что дело не стоит на месте. Есть дорожная карта с четким обозначением, где и когда начнутся работы. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания. Поэтому и мы, партия Единая Россия, сочинское местное отделение должны этому уделить особое внимание. И, естественно, привлечь к тому, чтобы люди, не только члены нашей партии, но и другие могли проконсультироваться у нас и получить для себя ответ. И мы не должны бояться, скажем, открытого диалога, как и открытого общения с нашими людьми. 12,5 тысяч сочинцев являются членами партии «Единая Россия». Анатолий Пахомов попросил их избегать красивых слов, не обещать невозможного. Более того, люди зачастую предлагают важные для города решения, к которым следует прислушаться. Это и жилищно-коммунальный сектор, и социальное обеспечение, и здравоохранение, образование. Анатолий Пахомов порекомендовал также активнее привлекать к работе волонтерские организации, в том числе волонтеров серебряного возраста.